Сегодня, как вы знаете, 7 лет со дня референдума, организованным оккупационными властями в Крыму, лживого референдума, поддельного, с поддельными голосами и так далее. Мы сегодня пришли поддержать наших соотечественников, которые сегодня оказались в Крыму как заложники оккупационной власти. Мы пришли, потому что они не имеют голоса, они не имеют возможности высказаться за любое высказывание. Люди получают десятки лет в тюрьме. И мы считаем, что это наш долг напоминать миру о том, что происходит в Крыму. Меня зовут Ибрагим Утемлер. Я приехал в Бельгию два года назад из Симферополя. Вынужден был приехать, так как в Крыму с 2014 года сплошные репрессии. В частности, моего брата в 2019 году, 27 марта, посадили без никаких на то причин и без никакого обвинения. Это мой брат Белял Адылов. Мои друзья, которые вместе с ним попали за решетку. Это Эльвер Аметов, Реза Издетов, это Ситвили, Ситгазиев, это Тёфик Абдулгазиев, Абдулгазиев, это очень много. В тот момент, в тот день... Около двухсоти людей. Да. В общей сложности около двухсот, больше двухсот человек сейчас находятся за решеткой. Больше двухсот детей остались без отцов, без кормильцев. Здесь мы сегодня вышли на эту акцию, чтобы всем, всему миру показать, что так называемый референдум, который был в четырнадцатом году, он, во-первых, незаконный, никто не ходил на этот референдум. были, конечно, люди, которые пошли, но в основном это пошли те, кто были проплачены, ну, на тот момент это было десять евро. За сто гривен они ходили в родину свою продавали и свою честь в первую очередь свою совесть продавали. сегодня у нас седьмая годовщина аннексии Крыма, когда 16 марта Россия провела незаконную референдум аннексируя Крым. Мы каждую дату стараемся выразить свой протест и согласие с тем, что Россия провела аннексию. Наши требования очень много римских татар были заключенных, незаконно арестованных, находящих впоследствии последствия фатальных тюрьмы. Наши требования освободить их, прекратить следственные действия, вернуть всех людей домой. Субтитры создавал DimaTorzok